Привет всем! Сегодня я закончил ещё один нож по мотивам финки НКВД и, собственно говоря, в связи с этим я решил снять этот небольшой видеоотчёт. Ну что ж, давайте посмотрим, что у меня здесь есть. Ну что ж, вот такой вот у меня получился комплект. Я здесь специально разложил всё практически так, как это будет отправляться заказчику. Заказчик находится за границей, и отсылать я ему буду это, скорее всего, двумя посылками. Отдельно буду слать клинок, и в другой посылке будут полностью все запчасти, рукояти вместе с ножнами, для того, чтобы избежать чисто даже возможных теоретических неприятностей на таможне. Для того, чтобы эта посылка с большей долей вероятности всё-таки попала к своему заказчику, и нож его радовал, и пришёл к нему в целости и сохранности. Ну что ж, начнём, наверное, с самого главного – клиночек. Так, занимаясь изготовлением этого экземпляра, я старался уже, ну, максимально, насколько это возможно, сделать его приближенным к геометрии оригинала. Вот, как это у меня получилось, вы видите у себя на экранах. Вот таким вот образом у меня получилось всё это дело изготовить. Значит, сам по себе клинок, сталь, сталь Элмакс, это порошковая сталь, европейская, от фирмы Бёллер. Именно эту сталь пожелал видеть на ноже заказчик, и изначально на этапе согласования, когда мы с ним общались по поводу этого заказа, и он принимал решение, будет он его делать или нет, он сразу говорил в этот момент, что хочет, чтобы клинок был изготовлен именно из стали Элмакс. Вот. Ну, в принципе, скажу я вам, сталь очень неплохая. В работе она себя проявила довольно-таки хорошо. Я, естественно, никаких убойных тестов не делал, потому что нож принадлежит не мне, этот нож уже является собственностью заказчика. Олег, кстати, привет тебе. Надеюсь, что нож удойдёт тебе в целости и сохранности, и будет приносить только пользу и удовольствие. По крайней мере, я для тебя очень сильно старался, чтобы тебе всё понравилось. Ну, и, собственно говоря, весь этот видеообзор тоже для тебя. Надеюсь, будет не лишней информацией. Термичку сталь на себя взяла очень хорошо, без каких-либо там танцев с бубнами. Получилось 60 единиц по шкале Рокуэлла, но чисто субъективно мои впечатления от обработки стали этого клинка, от заточки, говорят о том, что, в принципе, сталь очень и очень неплохого уровня. Я с Элмаксом работаю в первый раз, поэтому вот такой вот опыт был для меня очень интересен. И, в принципе, впечатления от этой стали у меня остались самые положительные. Ну, что ж, давайте кратенько, наверное, пройдёмся по техническим характеристикам. Итак, толщина в обухе этого клинка в чистоте оказалась, ну, порядка до 4,5 мм, где-то 4,3-4,4 в самом толстем месте, вот здесь, вот возле пятки, потому что отсюда клинок начинает сужаться. Вот видите, какая у финки геометрия. Вот таким вот образом. Причём вот здесь он сужается очень незначительно, а вот с этой точки уже сужение начинается более интенсивное. Ну, выглядит вот так вот. Я сейчас постараюсь это как можно более нагляднее показать. Немножко ещё толщину клинка скрадывает то обстоятельство, что я с обуха снял фаски. Я этот момент отдельно оговорил заказчикам. Он пожелал видеть всё-таки на своём клинке вот эти вот фаски. Хотя я уже много раз про фаски рассказывал, это дело, конечно, очень красивое, но оно не всегда обязательно. Кроме того, острый угол, который могут образовывать обух и голоменная часть клинка 90 градусов, вот здесь вот, он тоже может быть использован как отдельный инструмент для скобления. Об него очень удобно разжигать костёр огнивом и так далее. Поэтому подобно у вот такого вот обстоятельства, как острая грань обуха, есть очень много разнообразных моментов по применению. Что, собственно говоря, выбрать фаски или острую грань, это дело выбора самого заказчика, дело его вкуса. Значит, на этом клинке фаски присутствуют. Сейчас я постараюсь показать, как они выглядят. Выглядят они вот таким вот образом. Они плавно сужаются к кончику, собственно говоря, как и вся форма этого клинка. То есть, смотрите, здесь клинок в этом месте шире, вот в этом месте он уже. То есть, сужение идёт как по ширине, так и по толщине. Так и фаски тоже выполнены вот в таком вот профиле. Итак, как я уже сказал, толщина этого клинка до 4,5, хотя изначально лист Телмакса был целых 4,8. Но геометрия клинка настолько сложная, что при шлифовке очень много приходится снимать. Вот. Та же изголоменной части и получилось это вот таким вот образом. Кстати, раз уж в объектив камеры попали клейма, я сейчас постараюсь на них сфокусироваться и более-менее подробно их показать, как они выглядят. Вот, вроде удалось сфокусироваться. Вот видите, здесь написано «Завод труд Вача». Вот таким вот образом получилось сделать клейма. Клейма такие глубокие, когда царапаешь их ногтём, чувствуется, ноготь его цепляется. То есть, это не просто рисуночек какой-то, а... Ну, такое себе вполне нормальное клеймо получилось. Ну что ж, идём дальше. И ширина клинка в самом широком месте вот здесь вот, вот в этом порядка 20 мм. Сейчас я возьму линейку и постараюсь всё это дело показывать. И так вот, видите, я с режущей кромкой линейку выровнял, и тут получается вот около 20 мм. Потом идёт плавное сужение. Длина самого клинка вот от плечей, вот если посчитать от плечей, порядка 133 мм. Это обстоятельство тоже со мной Олег говорил и пожелал, чтобы клинок был длиннее стандартного. Стандартная финка 125 плюс-минус 3 по чертежам идёт. Здесь кое-какое увеличение длины пожелал, как я уже говорил, видеть заказчик. В принципе, на пропорциях и внешний вид это как бы отрицательное влияние не оказало. То есть, нож довольно-таки смотрится органично, красиво, агрессивно. Вот, я его сейчас соберу. У вас будет возможность в этом убедиться и сложить своё мнение на этот счёт, конечно же. Но, в принципе, я остался доволен. Я не считаю, что получилось что-то не то. И так, идём далее. Что у нас тут с длиной хвостовика? Я точно так же упираю в плечи. Длина хвостовика порядка 108 мм. 108 мм. При том, что вся рукоять в сборе 115 будет до нижней части плавничка. Рукоять тоже немножко больше, чем стандартная финка. У стандартной финки вся рукоять до плавничка 108 мм. Я всё-таки считаю, что это, наверное, маловато. А вот 115 я пробовал делать чуть больше, чуть меньше. Мне кажется, что 115 это самый универсальный размер. Этот размер 115 мм. Я полагаю, что позволит быть этой рукоятке более-менее универсальной и подходящей для практически любой руки. Вот у меня, к примеру, ладонь небольшая, и она в этой ручке абсолютно не теряется. Мне держаться за эту ручку удобно. Но я наблюдаю, что остаётся ещё большой запас места для более крупных ладоней. Я, когда этот нож соберу, естественно, возьмусь, всё это дело покажу, и у вас будет возможность на это посмотреть. Итак, что ещё по этому клинку могу показать? Значит, как здесь обработаны плечи. Я всегда это показываю. Главное – сфокусироваться. Здесь продольная шлифовка у меня. Вот таким вот образом подгонка плечей выглядит. Хвостовик имеет слегка переменную толщину. То есть, здесь он потолще, здесь он немножко поуже. То есть, вы видите, что на хвостовике вот этот участок резьбовой, он под резьбу М4, то есть, он 4 мм. А здесь уже порядка 4,4, ну, до 4,5. То есть, небольшой клин имеется. Это для подгонки удобнее. Когда все детали рукоятки становятся на своё место, это гораздо удобнее делать. Кроме того, с хвостовика тоже на всех ребрах сняты фаски. И хочу более крупным планом показать то, каким образом вот здесь сделана эта самая ответственная часть хвостовика с резьбой. Вот. Выходы, переход. То есть, вот этого цилиндрического участка в прямоугольный. Вот таким вот образом вот здесь всё сделано. Нарезана резьба М4. Для ножа, в принципе, считаю, который сделан под сквозной монтажной гайку, резьба М4 более-менее актуальна и подходящей. Ну, по крайней мере, вот оригинальная резьба, которая была на финках, это М3. Я считаю всё-таки её недостаточной. У неё очень мелкий шаг, очень неглубокие витки. И она имеет меньшие ресурсы, более подвержена, ну, истиранию. Вот. И просто-напросто, значит, она слизывается, грубо говоря. Всё-таки резьба М4 будет помощнее. Я в этом не раз убедился, что она, ну, я считаю, гораздо лучше, чем М3. И больше подходит для вот таких вот целей, чтобы делать сквозной монтаж на гайку. Выглядит здесь всё это вот таким вот образом. Вот ещё раз крупным планом покажу. Нарезалась резьба до термички. Потом проходила термообработка, отпуск и так далее. Значит, вот такой вот получился клиночек. Что осталось ещё сказать? Ну, долы. Давайте посмотрим долы крупным планом, каким образом получилось сделать. Долы я делал на фрезерном станке в черновую, то есть, придать им первоначальную форму. Потом дорабатывал на притирах наждачной бумагой вручную, вот, для того, чтобы придать финишную поверхность вот этому вот долу. Нарезал я его дисковой фрезой с полукруглым торцом. Толщина фрезы 4 мм, поэтому и долы порядка 4 получились. Вот. Раньше я ставил троечку. Вот. Когда... В этот раз попробовал четвёрку, и действительно, по-моему, получше долы смотрятся. Вот. Сейчас посмотрим, каким образом эти долы сходятся. Вот. Раз. Давайте посмотрим. Вот. Раз. Раз. Вот. Два. То есть, они как бы и здесь, и здесь. Ну, более-менее я постарался сделать, чтобы это всё... Ну, было так, как положено. И давайте тоже кончик посмотрим сейчас. Кончик, ребрышко. Видите, тут вот оригинальная вот эта геометрия, которая на финках НКВД, на ножах НР-40, НР-43, вишня. Вот эта геометрия позволяет улучшить колючие свойства, потому что здесь более плавное схождение толщины его буха к острию, чем на клинке с традиционными спусками. Потому что вот этот клинок как делается? Сначала выводятся традиционные спуски одинаковой ширины. То есть, вот как здесь, так они уходят вот сюда и пересекают долг вот эти спуски. А потом я шлифую клинок по вот этой вот грани, которая лежит в плоскости пятки и голомени. Я шлифую и заглаживаю, и заглаживаю вот эту вот грань, и опускаю ребро спусков, опускаю в кончик таким образом. Поэтому-то, собственно говоря, и получается вот эта переменная толщина. Геометрия этого клинка очень сложная, потому что вы видите, вот здесь вот площадь небольшая, вот этого участка. Кроме того, здесь долг, и для того, чтобы вот эта линия здесь была ровненькая, как стрелочка, надо работать аккуратно и очень сильно стараться. Значит так, вот здесь вот таким вот образом сфокусироваться надо ещё, дай бог. Вот таким вот образом ребрышка выглядит с этой стороны. Вот таким вот образом эта ребрышка выглядит с этой стороны. То есть, всё более-менее одинаково. Режущая кромка. Давайте посмотрим режущую кромку. Я уже этот клинок залапал. Сейчас я возьму салфеточку, протру его, а то вам, наверное, просто-напросто наблюдать этот залапанный клинок не доставляет абсолютно никакого удовольствия. Вот. Ну, вот так, наверное, будет получше. Вот такая получилась режущая кромка. Делал я её на точилке Хортица. Вот. На камнях Барайд. Барайды у меня водные, S9. Есть также один камешек Orange ED марки. Вот. Финиш на Эльборе. Вот. Давайте, наверное, протестируем. Я тут вот такой вот листочек бумаги формата А4. Вот здесь вот черновичок для разнообразных издевательств. Припас. Давайте сначала попробуем вдоль волокон. Вот. Я попробую вот так вот медленно и пройтись по всей длине режущей кромки. Вот. Она нигде не запинается. Сейчас чуть быстрее. Всё. Ножичек отрезает. Здесь я сейчас попробую отрезать с вывертами эту бумажку. Вот. С вывертами режет абсолютно нормально. Тут она чуть помялась. Давайте теперь посмотрим, режет ли это заточка. Потому что геометрия-то, собственно говоря, нож не тоненький, да, 4,5 где-то. Ну, чуть-чуть меньше, чем 4,5. А ширина всего 20 мм. И спуски только на 3,25, да, даже не по обуху. То есть, геометрия довольно-таки такая ломовитая. Но я постарался сделать тоненькое сведение для того, чтобы этот нож, потому что сталька, в принципе, позволяет, сталька крепкая, чтобы этот нож имел сбалансированные свойства, колющие и режущие. И я вам скажу, резать вот узким ножом очень даже комфортно многие вещи. Вот. Кроме того, вот с этим вот ребрышком, да, с непроточенной голоменью, она как клинышек срабатывает. Вот тут, к примеру, сыр режешь, и этот сыр не залипает, да, а оттопыривается. Вот. И так далее. Есть целый ряд продуктов, которые очень удобно такой геометрией резать. Кроме того, вот узкими ножами очень удобно вырезать какие-то отверстия, там, в резине, в коже и так далее. То есть, их удобно проворачивать. Ну, это уже детали, наверное, давайте не будем углубляться в это. Сейчас мы будем тестировать заточку и попробуем разрежать против волокон. Вот, как вы видите, эта заточка тоже всё отлично против волокон режет. Сейчас попробуем более нахально. Раз, два. Вот. Ну, вот тут, видите, да, вот. Вот, в принципе, против волокон нож тоже всё прекрасно режет. Вот мне самому, честно говоря, это удовольствие доставляет. Вообще, честно говоря, я заказчику рекомендовал толщину клинка уменьшить. То есть, я уже делал клинок, который я отправлял в Питер. Вот. Он был из стали К-110. Заказывал этот клинок у меня Валентин. Валентин, привет. Вот. Слава Богу, клинок дошёл нормально. И радует уже заказчика своими формами. Так вот, что мы согласовали с Валентином? Если здесь я делал для Олега клинок изначально, взял заготовку 4,8, да, и у меня получилось там до 4,5, то для его клинка я брал заготовку 4, но реально она была 4,2, да, в толщине сталька, а 110. Вот. И после всех, значит, обработок и шлифовки в чистоте клинок где-то получился 3,7-3,8. Но, конечно же, за счёт своей меньшей толщины имеет другие углы спусков. Вот. И режет, ну, я вынужден признаться, режет он гораздо лучше, и при этом колючие свойства ничуть не хуже. По-любому, нож такого плана – это не лом, ребята. Это, ну, не может быть он ломом, ты его сделай, хоть я не знаю, сколько толщины. Это его только испортит, на самом деле. Я считаю, что, честно говоря, тут со многими, конечно же, соглашусь, людьми, которые уже длительное время общаются с ножами, пользуются ими, делают эти ножи. Их точка зрения заключается в том, что за толщиной гнаться-то всё-таки и не надо. Такое желание иметь клинок с как можно более толстым обухом возникает, по сути дела, в самом начале вот у всех, когда только человек начинает общаться с этими ножами, потому что толстый нож, он просто выглядит круче. На самом деле, когда этими толстыми ножами начинаешь пользоваться, понимаешь, что толщина – это, по сути дела, ни к чему, потому что нож – это не лом, нож – это не лопата, нож – это не домкрат. Нож, прежде всего, должен быть ножом. Он должен хорошо резать и хорошо колоть, и необходимо ощущать ту грань дозволенного, которая позволяет получать пользу от этого ножа, а не разочарование. Так вот, после всего этого, когда такой опыт всё-таки начинаешь получать, приходишь к выводу, что, в принципе, даже для такого прочного довольно-таки ножа, 3,5 мм за глаза – это то, что… И при этом нож начинает гораздо лучше резать, и вопрос даже не в самой остроте режущей кромки, да, тест по бумаге и бритьё волос – это всё не покажут. А вот когда начинаешь ножом реально пользоваться, строгать, резать продукты разнообразные, то усилие, с которым проникает, внедряется в материалы толстый нож и тонкий нож, оно, конечно, несопоставимо. И всё-таки к какому-то компромиссу приходишь в процессе своего общения с клинками, с ножами, и понимаешь, что 5-6 – это, наверное, всё-таки ни к чему. Хотя всё зависит, естественно, от назначения ножа. Если это тактический улом какой-то, который будет выполнять сверхтяжёлую работу и будет рассчитан на непредвиденные экстремальные ситуации, к примеру, как удовольствие при осуществлении такой работы получишь от ножа потоньше, где-то 3-3,5 мм. Ну, до 4, ну, больше не надо-то на самом деле, больше не надо, потому что вот тех вот ситуаций, где может понадобиться толщина больше, их в жизни, по сути, то дело может на самом деле и не возникнуть. А те свойства ножа, которые нужны будут тебе каждый божий день, когда ты им пользуешься, вот, это рез и прокол, рез и прокол. И здесь, конечно же, толщина, ну, она неопределяющая, она поменьше меня неопределяющая. Ну что ж, по клиночку, наверное, всё. Единственное, что я ещё не показал, это вот здесь вот сведение, выглядит оно вот таким вот образом. Здесь плавные выходы на пятку, вот такие вот открытые выходы. Вот здесь всё симметрично более-менее, да. Вот как это выглядит, сведение тоненькое, где-то 0,3-0,4. Здесь я сделал скорее даже 0,3, я единственное, что не мерил, то есть это всё так по ощущениям. Я много раз уже делал клинки и мерил это сведение, и приблизительно я уже понимаю, когда я его вижу, сколько это сведение, оно составляет толщины. Вот таким вот образом здесь всё. Вот это вот дело выглядит, вот это место я, слава богу, что тоже не забыл и показал вам. Здесь очень красиво резчая кромка играет. Тогда я не побрил этим клинком волосы. Ну, давайте побреем тень. Вот здесь у меня кое-что отросло уже, успело отрасти. Ну, давайте вот здесь вот, давайте вот здесь вот и побреем. Надеюсь, вам это будет всё видно. Ну, вот здесь вот волосы, волосы просто отскакивают от режущей кромки, абсолютно никаких проблем с бритьем тоже нет, в принципе. Ну, всё, наверное, по клинку будем идти дальше. Будем идти дальше и постепенно этот нож собирать. Сейчас я воспользуюсь вот такой вот подставкой. Вот я здесь сделал, взял просто кусок пенопласта, обклеил малярную ленту для того, чтобы торцы не крошились. Это удобно, когда в процессе работы разложены на столе какие-то инструменты, наждачка и так далее. Для того, чтобы нож об них не поцарапать, я в процессе работы клинок, другие ответственные детали кладу на такую вот подставку из пенопласта. Значит так, что у меня вот в этом вот пакетике. Здесь у меня больстер и передний-задний комплект и проставок. Давайте вот это всё вынимем. Это задний, это передний и будем всё в отдельности это смотреть. Всё вот это вот смотреть, что я здесь натворил, как говорится. Всё буду показывать так, как оно и есть. Вот это вот заходы. Это передняя часть больстера. Вот это задняя часть больстера. Точку я проставляю на разборных ножах, на их деталях по низу всегда. То есть я к режущей кромке всегда, чтобы не перепутать. Потому что подгонка вот таких вот деталей сделана вручную. Она не всегда будет работать вот так и вот так. То есть если так поставил, оно защёлкивается, а так ты уже всё это дело не поставишь. Итак, одеваем. Значит, больстер сделан из латуни толщиной 3 мм. Вот таким вот образом всё это дело выглядит. Сейчас я покажу. Значит, как я рекомендую всё это дело собирать? Естественно, желательно держаться за клинок левой рукой со стороны обуха. Вот так вот сюда подвести. Вот этот больстер с этого момента он начинает как застревать и обхватить ладонью хвостовик, вот этими пальцами держаться, а этими пальцами двигать вперёд. И вот таким вот раз, всё, он защёлкнулся. Вот видите? Вот так вот оно, это всё дело выглядит. Сейчас попробую сфокусироваться. Вот встала на своё место и всё, и оно уже здесь стоит. Вот так вот это всё дело выглядит сзади. Зазоры минимальные. Разборной нож – это отдельная песня. Кстати, оригинальная финка-то неразборная делалась. Да, это сквозной монтаж на гайку, но гайка там глухая. То есть, всё это собирается на эпоксидку, когда ещё рукоять бесформенная, да, только заготовка. Сразу ставится упор, гайка глухая затягивается, а потом обрезается и зашлифовывается заподлицо. Эпоксидка высыхает, и детали рукоятки превращаются в монолит. В монолит. Почему? Потому что они уже заклеены, и подгонка к хвостовику вот такая вот там не нужна. То есть, ты там делаешь дыромахи, потом эпоксидка всё это дело заливаешь, эпоксидка превращает это всё в единое целое, по сути говоря. Работы гораздо меньше. Но она и не разбирается. То есть, такой вот ножичек с упорщиком, да, ты уже никуда за границу-то и не перешлёшь. Да и, по сути дела, если работаешь у себя в гараже, а не в какой-то лицензированной оружейной мастерской, где есть все соответствующие документы, чтобы такие ножи делать, как холодное оружие, которое попадает под эту категорию. Лучше, ребята, с законом не играйтесь. Вот. Вот здесь вот это дело я всё пока положу. Вот таким вот образом покажу передний пакет проставок и расскажу, с чего он сделан. Значит, чёрная часть проставок – это вулканизированная фибра. Вот. А жёлтая часть проставок – это та же самая латунь. Вот таким вот образом всё это дело выглядит. И опять-таки точечка проставлена по низу, для того, чтобы не перепутать сторонами, чтобы это становилось всё так, как положено. Вот. Значит, смотрим. Вот точечка, вот режущая кромка. Одеваем всё это дело на хвостовичок. Вот эта деталь чуть-чуть более туго лезет. Но всё это таким же самым макаром здесь устанавливается. Поначалу, конечно, когда я только всё это сделал, несколько раз там разобрал, собрал, это всё ходило гораздо более туго, поэтому я всё использовал. Я брал вот такую вот фанерку, кончик, ножичка, упирал в неё, то есть, да, и собирал всё вот таким вот образом, чтобы у меня руки, не дай бог, не соскочили на режущую кромку. Поэтому, если какие-то сложности возникают при сборке, упирайте клиночек куда-нибудь. Не надо делать на весу. А если всё-таки всё идёт нормально и можно делать на весу, беритесь только с этой стороны. Но не с этой. Я даже браться не буду, чтобы не показывать дурной пример. Значит, вот так вот стал передний пакет проставок. Уже на этом этапе абсолютно ничего не люфтит. Выглядит это всё вот таким вот образом, снизу. Вот так вот сбоку. Я думаю, что я даже могу взяться вот за этот вот пакет проставок и вот таким вот образом нож потрясти, и видите, ничего не выпадает. Это всё ручная подгонка. Это всё ручная подгонка. Задний пакет проставок пока подождёт. И тут основная часть рукояти – это черен. Значит, черен здесь я выполнил из белой микарты. Ну, постараюсь сейчас показать вот её структуру. Вот. Белая микарта от Живчика. Это парень у нас живёт здесь, в Украине. Материал очень-очень крепкий. Микарта из льняной ткани сделана. Ручка, как вы видите, сделана из двух половинок. Так же, как это делалось на финках. На финках, кстати, оригинальных. Я надеюсь, что к тому моменту, как я выложу этот обзор, я уже на канале опубликую обзор оригинальной финки НКВД, которая побывала у меня в руках. Так вот, там будет финка, у которой ручка сделана из говяжьей кости, из цевки так называемой. Она цельная. И штифты там, они ложные. Они только для усиления прочности этой ручки, чтобы её армировать, потому что кость иногда трескается. Был такой вариант изготовления финки НКВД. А был вариант заводской, на том же заводе Труд, в посёлке Вача, когда ручка делалась из карболита. И навершие делалось тоже из карболита. Это синтетический материал. Так вот, когда это делалось из карболита, это делалось точно так же. Из двух половинок склеивалось и на штифты. Вот, поэтому, в принципе, вот такая постановка вопроса, она соответствует тоже, соответствует оригиналу. Вот таким вот образом здесь всё это дело выглядит. Вот так выглядит отверстие, которое я прорезал вот здесь. Как это делалось? Когда это было ещё две половинки, профрезеровывается паз, потом доводится вручную над филями. Вот, меряется всё. Потом заклеивается. Ах да, как бы тут есть ещё нюанс по заклёпкам. Как я делаю согласование вот этих отверстий, как я вообще эти штифты сюда вставляю. То есть, когда это ещё две квадратные половинки, я сначала на этих двух квадратных половинках делаю вот подгонку, вот это вот прямоугольное углубление. Потом ставлю это всё на хвостовик, меряю и зажимаю струбцинкой. Если меня подгонка устраивает, я перехожу далее. На одной из этих половинок я по внутренней стороне, чтобы отталкиваться от вот этого углубления, вот этого паза прямоугольного, делаю отверстие, просверливаю. Потом я на хвостовике склеиваю на эпоксидку вот эти две половины. И таким образом получается, одна половина у меня глухая, а другая уже с готовыми отверстиями. И когда это всё представляет из себя единое целое, я ставлю это всё на сверлильный станок, на плоскость. И с этой стороны, где отверстия есть, делаю их сквозными. После чего забиваю с натягом вот эти вот латунные штифты. Сделаны эти латунные штифты из советских латунных гвоздей. Я их уже как-то показывал, сейчас это делать не буду. Вот. И таким образом, штифты эти входят с большим натягом, вот, из-под молотка. И вот, вытащить их даже заклеивать не нужно. И вытащить их отсюда не представляется теперь возможным. Они функцию свою несущую осуществляют. Ещё раз. Вот шов с одной стороны, вот шов с другой стороны. Сам черен рукой эти выглядит вот таким вот образом. Что ж, будем его ставить на место. Я опять берусь за обух, ставлю меткой к себе по низу. Вот у меня он здесь вот застревает. И дальше вот так вот, раз, и насаживается. Вот, смотрите. Видите, никаких люфтов у меня даже тут без поджимки. То есть, даже без поджимки всё собирается и работает хорошо. Так, задний пакет проставок практически такой же, как передний. Единственное, что здесь, три латунные проставки, а здесь две. И вот они вот так вот зеркально стоят. Вот. Это тоже было оговорено. Так делалось на оригинальных финках. Ну, там на оригинальных финках вообще нет никаких догматических норм касательно вот количества цвета, проставок, рукоятки. И они делались, ну, по-разному, очень по-разному. Вот. Ну, вот заказчик пожелал, чтобы конкретно этот экземпляр выглядел вот таким вот образом. Ставим его вот сюда на место. Ставится он на место вот так вот. И вот здесь мы дошли до места, которому я хочу уделить больше внимания. Итак, что пойдёт у нас дальше? Пойдёт одна из самых сложных запчастей рукояти – это навершия. Навершия у него очень сложная форма. Вот сейчас я его, ну, покажу, как оно выглядит. Это тоже оно сделано из латуни. Сначала вокруг его обойду. Вот по низу, видите, такой вот этот бобровый хвост, как я называю, вот эта форма. Здесь полукруг. Вот так вот выглядит вот эта деталь. Итак, что я в этом случае сделал по-другому, чем ранее? Ранее я как делал? Я сделал здесь вот два сквозных штифта, которые в углубление захватили самого Черина. И делал соответствующие углубления в навершии, чтобы это всё дело во время сборки, вернее, после сборки, друг относительно друга не проворачивало. Сейчас я решил сделать другой, более надёжный вариант. Такой вариант встречался уже на просторах интернета, то есть его предлагали. В прошлый раз я не рискнул это делать, это сложновато. Ну, с одной стороны сложнее, с другой проще. Но то, что так более надёжнее, это точно. То есть, смотрите, вот здесь вот часть прямоугольная хвостовика выпирает. А вот тут вот в торцевой части навершия, видите, я сделал поднутрение вот такое, выточку. И получается, что навершие, когда становится и совпадает одно с другим, вот оно уже, ну, по сути дела, практически не люфтит. После поджимки уж проворачиваться оно точно не будет. Потому что вот это всё дело попадает прямоугольный хвостовик в вот это углубление, да, и оно не круглое, и его стенки сопротивляются проворачиванию. То есть, сделано это всё вот так вот это выглядит с этой стороны, а с этой стороны это выглядит вот таким вот образом. Там отверстие 8 мм, большое, под хвостовик 4 мм, стенки, стенки, вот давайте сейчас замеряем. Я вот взял сверло 8 мм, его хвостовик вот сюда заправил, вот он торчит. Теперь я беру, упираюсь вот сюда палочкой, да, от плоскости, и смотрю. Вот видите, 7-8 мм толщина вот этой торцевой стенки, где-то 3-4 из которых это углубление, а дальше сплошной металл. То есть, вот таким вот образом вот здесь сделано это навершие, вот так вот оно одевается, и дальше, дальше идёт гайка. Здесь ничего нового я не делал, единственное, что я сделал 2 гайки и 2 гроверных шайбы, об этом попросил меня заказчик. Говорит, пусть будет одна запасная. Ну, раз человек хочет, я сделал, но на самом деле вот эта гайка, она практически 10 мм в длину, и площадь контакта резьбы очень большая, вряд ли она когда-то, ну, при разумном затягивании, да, там не через силу, вот, газовым ключом, при разумном затягивании, вряд ли она когда-нибудь слижется. Но на самом деле, на всякий случай, вот, будет у него вторая, раз он попросил, будут у него 2 гаечки. Итак, достаем одну гайку и одну шайбу. Что у меня здесь происходит далее? Значит, я сначала кладу шайбу сюда, чтобы она упала ровненько на дно, вот так вот. Вот, затем я беру клиночек, вот это всё продеваю, а дальше начинаю уже накручивать саму гайку. Вот так сначала руками. А дальше, когда уже пальцами поворачивать это всё дело неудобно, ну, в дело вступает вот такой вот инструмент, который я сделал для Олега, отошлю его вместе со всем комплектом, чтобы ему удобно было собирать, разбирать. То есть, это обыкновенная бита, вот, фирмы Стэнли. Я её просто-напросто вот таким вот образом переточил, чтобы она идеально под эту гайку подходила. Берётся любая отвёртка под вот эти биты, вставляется вот эта бита, и можно всё это дело, вот, будет безболезненно собирать, разбирать. Вот. Вот как она, я сейчас покажу, как она подходит сюда. Вот. Берётся вот это всё дело и закручивается. При закручивании, скажу, вот так вот держать неудобно руками. Лучше использовать эту фанерку, о которой я говорил. То есть, упираешь, ножичек стоит, берёшь и вот таким вот образом уже закручиваешь. Всё, немножко подтянул, пока в граверочек уперся. Граверная шаба, кстати, здесь нужна для того, чтобы исключить даже теоретическую возможность того, что эта гайка на несколько витков открутится, и ручка начнёт люфтить. Даже от вибрации, при наличии граверной шайбы, эта гайка не открутится, и всё будет нормально. Потом, когда уже надо более-менее крепко затянуть, берёшь это дело в руку, и вот делаешь такой вот такой вот усилие. Небольшое, но надо почувствовать, что граверная шайба сжалась, и всё это дело сработало. Всё-таки, удерживая этот нож в руке, я чувствую, что что-то в этих формах и в этой геометрии привлекательное есть. Вот что-то такое есть, что притягивает просто меня, мой взгляд, мою ладонь. Кстати, вот ладонь, вот смотрите, я вот берусь молотком-хватом за самое брюшко, да, и остаётся ещё место как спереди, так и много очень места, порядка двух сантиметров сзади. То есть, человек с гораздо более крупной ладонью тоже не будет ощущать абсолютно никакого дискомфорта при работе с вот этим вот ножом, с этими формами, с этой геометрией. И несмотря на то, что этот нож, ну, довольно-таки агрессивная форма имеет, не является он холодным оружием, потому что у него отсутствует упор, а величина вот этих вот подъёмов меньше, чем по 2,5 мм с каждой стороны. Можем даже это сейчас, ну, попробовать померить, что ли, вот каким это образом делается, да, вот так, раз, и смотрим, полтора миллиметра, вот как вы видите, да, то есть, с большим запасом. Но, тем не менее, форма, вот эта вот расклешённая форма, вот здесь вот, в месте передних проставок, перехода в больстер, вот она всё-таки придаёт какой-то шарм, придаёт какой-то шарм вот здесь всей вот этой вот симфонии. Что хочу также оговорить, немного я от оригинальной формы ручки финки, НКВД Вачинской финки, отошёл вот в районе вот здесь вот этого места, в спинке. Я много экспериментировал, смотрел, как лучше, так или иначе, пытался понять свои какие-то ощущения по этому поводу, и всё-таки пришёл к выводу, что вот эту вот линию, вот эту вот линию лично мне нравится больше делать вот такую вот. То есть, вот здесь плавный сход к переходу в навершие. На оригинальной финке здесь всё-таки есть, ну, небольшая талия, небольшой провальчик тоже. И здесь вот как расклешённая, ну, немножко совсем незримо, но это ощущается я в том своём обзоре про оригинальную финку на это внимание обращаю. Вот, да, вот здесь вот снизу, то есть, вот здесь вот и снизу есть, и сверху. А здесь у меня только снизу так, а сверху тоже в эту сторону. Такой вариант я сделал не просто так. Ну, естественно, красота – это субъективное понятие, вот. Просто мне так больше нравится. Я считаю эту форму более лаконичной, но помимо субъективного восприятия красоты, которая у каждого может быть своё, естественно, есть и практический смысл вот в таком моём поступке, потому что вот, ну, давайте посмотрим диагональный, к примеру, хват, финский хват, тоже отдельно рассмотрим. Ну, это те вещи, для которых геометрия вот этой, вот рукоятки анатомической фенкинг-КВД, она подходит, ну, практически, я считаю, идеально. Ну, вот давайте рассмотрим диагональный хват. Вот смотрите, раз, вот видите, вот я ставлю вот в это место, вот в это место, вот я ставлю ручку, и у меня получается вот здесь, вот идеально практически с ладонью и с подушечкой совпадает вот это место, потому что оно идёт на скат, и вот сюда, в этот бугорок, ничего не упирается. Когда же ты делаешь сюда вот так раз и подъём два, всё-таки, ну, вот здесь вот немного ладонь ложится уже не идеально. А в таком вот варианте, ну, вот посмотрите, абсолютно идеально. Кроме того, очень хорошей приспособленности под диагональный хват финка обязана и конфигурацией заднего упора. Вот видите, он здесь открытый, то есть угол идёт вот так. А на многих современных ножах задний упор делается как бы вот сюда вперёд, и когда начинаешь брать его диагональ, он в эти пальцы упирается и тоже мешает. А здесь, смотрите, вот эта ложбина, ну, такое впечатление, что идеально создано и придумано вот для тех пальцев, которые при диагональном хвате создают максимальное давление. То есть, раз труб рукояти идёт отсюда, и при диагональном хвате надо поджимать ручку сзади. Да, даже если есть упор, всё равно надо брать ручку вот в этом месте для того, чтобы сама форма рукояти сопротивлялась скальзывания руки при колющем, каком-то воздействии. Вот, а упор – это лишь последняя линия обороны. Вот таким вот образом нож я вам брать во время колющих ударов не рекомендую. То есть, если есть бочкообразная рукоять, акцентируйте во время диагонального хвата усилия, вот здесь поджимая вот эти пальцы, а здесь вот просто они как направляющие, вот эти указательные и большой, для того, чтобы чувствовать направление этого ножа, чтобы он был как продолжением, собственно говоря, руки. Поэтому вот смотрите, ну, вот эта форма, да, да, вот этот вот подъёмчик, вот этот вот подъёмчик, это всё идеально ложится в руку. Кроме того, вот давайте посмотрим финский хват, да, как финский хват делается. Тыльник упирается в рукоять, да, вот таким вот образом. Вот эта полукруглая форма и вот этот скат. Ну, когда я, честно вам скажу, я раньше про вот и финки, и инеры не думал. Не особо обращал на них внимание, как-то они меня не привлекали, и долгое время ко мне ходил один клиент, один заказчик и просил меня, ну, сделай мне, никто не берётся, но сделай мне там НР, потом он финку заходил, и я ему сделал. И вот я вот уже когда начал делать, и когда убрал в руки и анализировал вот эти формы, и я понимал, для чего всё это сделано, то скажу я вам, ну, вот всё-таки люди, которые эти ножи создавали, да, и инженеры, которые анализировали эти формы с точки зрения какого-то вот применения боевого, да, там, тактического этих ножей, всё-таки они что-то, наверное, вкладывали в эти формы. Не всё это просто так. Вот это всё идеально, это просто всё идеально подходит для таких вот вещей, для диагонального хвата. Я про молоток уже не говорю, вот эта бочка ложится в руку просто, а обратный хват, обратный хват это вообще песня, вот. Ну, вот так вот я вам, естественно, делать не рекомендую, но если что-то подрезать там, допустим, при ударах так палец не ставьте, вот если что-то подрезать вот там, допустим, и, ну, смотрите, как удобно сюда ставить палец, да, вот, это просто песня какая-то. Всё-таки я считаю, что в форме этой рукояти, вот, да и, собственно говоря, самого клинка заложен вполне определённый, очень глубокий смысл, и всё это мне нравится. Нравится и внешне, нравится и смысл, который во всё это заложен, и практическое применение этого ножа, оно тоже, оно тоже приносит много пользы, и когда этими вещами умеешь пользоваться, вот этими формами, и понимаешь, для чего всё это надо, вот, то, ну, естественно, ну, это всё приятно, это всё приятно, это всё приобретает определённый смысл. Становится востребованным. Всё это становится востребованным. Итак, что ещё можно показать? Ну, давайте я сделаю вот так вот. Вот нож с одной стороны, вот вид ножа сверху. Да, ещё по поводу профиля, вот в этом месте, важный момент, кстати, у оригинальной финки всё гораздо уже. То есть, там сходится всё где-то миллиметров в 10, наверное. Здесь у меня порядка 15 миллиметров, и сделал я это тоже не случайно. Почему я люблю, когда на ножах вот это место немножко толще? Всё дело в том, что и при разрезании, и при силовом строгании, вот это место, ну, вот, какая нагрузка осуществляется на нож? Да, вот давит что-то на режущую кромку, и нож стремится сделать вот так. То есть, с этого места должна быть большая гладкая форма и площадь. Вот, и вот в этой точке тоже желательно, чтобы было не узенько, потому что, ну, построгаешь таким ножичком немножко, и вот здесь вот уже, ну, просто всё огнём горит, здесь может сформироваться мозоль и так далее. Если здесь всё это дело более-менее плавно, вот, и более-менее площадь соответствует той нагрузке, которая оказывается этим ножом, то работать таким ножом становится гораздо удобней, вот, меньше тратишь сил, и гораздо больше при работе получаешь комфорта. Поэтому я здесь сделаю, вот, ручку потолще вот здесь вот. С моей точки зрения это улучшает нож, и не стоит здесь слишком сильно заужать, потому что начинаешь ножом работать, да, и вот это всё, вот это всё тебе вот сюда наминает в ладонь вполне конкретно. Вот, значит, это вид сверху, вот вид с другой стороны, и вот вид по брюшку. Вот эта форма, да, вот эта форма мне тоже очень нравится, она прямо притягивает её, хочется трогать здесь, смотреть на неё, вот этот бобровый хвостик и прикасаться даже вот здесь вот рукой. Вот, вот так вот выглядит гайка сверху, то есть, видите, хвостовик чуть-чуть длиннее, на полмиллиметра на миллиметр длиннее, чем эта гайка входит. И полукруглый торец этой гайки, вот мы можем наблюдать, выглядит это всё вот таким вот образом. Кстати, вот этот вот задний упор, он вообще ещё для чего нужен? Вот здесь тоже, видите, расклешённая форма, такой тоже раструб. Вот этот вот раструб, вот эта бочка, она работает тогда, когда идёт прокал ещё какое-то воздействие. Когда же ты нож пытайся извлечь, и он где-то под застрял, то рука соскальзывает, и вот этот раструб уже как клапан начинает работать на извлечение. И ты вот за него, да, и за него тянешь, это очень удобно за него тянуть. Опять-таки, если у тебя здесь будет не открытый задний упор, а вот сюда закрытый, в эту сторону, это всё будет в руку, в руку будет упираться. То есть, я как бы, я сам раньше делал такие ножи, это очень популярная форма ручки, да, вот, с таким тыльником, вот, с таким тыльником в эту сторону. Но я постепенно, когда их делал, когда начинал ими пользоваться, я понимал, что, ну, я не знаю, как бы, для чего, наверное, это нужно. И, скорее всего, это даже не для ножей нужно. Это нужно, но это, я видел такую форму на топорах. Вот, возьмите топор Фискарс, да, это удобно, когда рубишь. То есть, когда идёт вот, когда вот такое вот, да, идёт движение, удобно очень удерживать. Но нож в основном-то это же не топор, да, нож это же не топор. Вот, поэтому, наверное, всё-таки лучше, когда, вот, как на НР-40, как на Финке, вот эти все задние упоры, они есть, но они открытые. Кроме того, гораздо большая ладонь начинает вмещаться. Вот, представьте себе, при той же длине ручки, если бы этот упор был в эту сторону, то уже особо с размером ладони при тех же габаритах рукояти вместо свободного пространства, вернее, для манёвра было бы гораздо меньше. А так, эта ручка очень универсальна при всех её компактных размерах. 115 мм это немного, 108 мм хвостовик. Я просил взять этот нож своих коллег, довольно-таки рослых мужиков с большими ладонями, вот, и они брали его и отмечали, что всё удобно. Вот, рукоять больше абсолютно в их руку не просится. Ну что ж, практически всё уже рассказал, показал. Ну, коротенько как-то не получается, когда разговор заходит про такой нож, как Финка. Вот, последний вопрос, который нужно рассмотреть, это ножны. Это ножны. Я их делаю совершенно другие, чем были оригинальные. Проблемы абсолютно нет в том, чтобы сделать так, как это было на самом деле. Но, та форма, мне кажется, не совсем удачна, хотя и делать её проще. Два слоя кожи, прошитых между собой, заклёпки, потому что нет среднего слоя кожи, который препятствует разрезанию шва, поэтому там ставятся заклёпки для того, чтобы этого не происходило. Заклёпки. Второй вот этот нижний слой выходит сюда, прорезаются четыре отверстия, объединяются линиями, и таким образом, отгибая вот этот слой, можно продеть туда ремень, а здесь ставится ремешок. Ну, так сделать гораздо проще. Но проблема здесь в чём? Проблема в том, что вот этот прорезанный подвес, это ерунда, потому что он рвётся. Он рвётся всё равно, он расходится, он со временем не выдерживает нагрузки. Может, ещё несколько лет каких-то можно поносить, но если сравнивать его с чем-то более-менее нормально сделанным, подвесом каким-то более прочным, то запас этой прочности, конечно, будет говорить не в пользу оригинальной формы. Хотя для тех, для кого важно историческое соответствие, то есть для реконструкторов, к примеру, для людей, увлекающихся историей, им наплевать, что там хуже и лучше, для них оригинальные ножны будут всегда лучше, поэтому тут вопрос такой. Просто дело всё в том, что заказчик, который заказал это изделие, он и не является таким человеком, поэтому для него и такие ножны подходят, которыми удобнее пользоваться. Что тут сделано? То есть вот таким вот образом сделаны ножны. Чёрной натуральной кожей толщиной 3 мм, прошитой ващённой нитью. Ващённая нить толщина 1,4 мм. Вот таким вот образом всё это сделано. Здесь все нюансы в подвесе. Во-первых, две точки крепления, это прочнее. Во-вторых, сам этот фиксированный подвес образует собой несколько мест для фиксации ножа. Вот этот можно использовать для традиционного ношения на бедре. Кроме того, здесь вот есть так называемая мной безопасная стяжка. То есть тут у неё кожаная шляпа. Её можно переставлять вот здесь, регулировать под ширину того ремня, которым пользуюсь, либо другого предмета, на котором эти ножны крепи, собираясь. Помимо вот этой проушины, можно использовать вот эту проушину для ношения вот в таком вот виде. То есть полугоризонтально слева на животе. Вот так вот ещё некоторые люди, я видел, носят вот эти вот ножи и говорят, что это очень удобно. Вот как правой, так и левой рукой можно до этого ножа дотянуться. Ещё один момент. То есть вы видите, поскольку вот здесь вот есть слой, вот слой кожи между самим подвесом и ножнами, то есть не прямо нижний слой кожи выходит, из него там какой-то подвес формируется, то есть место, куда упираться вот этому выступу. И нож в эти ножны помещается до самого конца без всяких там щелей. То есть нет щели между ножнами, больстером, и вот здесь вот не образуется вот эта вот прореха, и ты всё время пытаешься запихнуть, а здесь вот это всё отгибается, это не получается, как бы это дискомфорт какой-то создаёт. Такое впечатление, что оно не подходит одно к другому, как бы лично у меня возникает, я как бы никому свою точку зрения не навязываю, но вот смотрите, каким образом здесь всё это получается. То есть вот кленочек вот в эти ножны зашёл, и всё. То есть вот он не падает, нож не так, не так, но зато когда он тебе нужен, ты его потянул, и он из этих ножен вышел. Лично мне такая постановка вопроса больше нравится, и скажу честно вам, из того количества заказчиков работ, которые я уже делал, вот я показывал людям, люди пробовали, и они говорили, знаешь, мне сделать тоже вот такие ножны, на самом деле мне что-то больше нравится. Вот. Так что вот так вот. Теперь место размещения вот этого фиксирующего ремешка. Значит, когда этот ремешок размещается вот в этом месте, с этим какие могут быть связаны проблемы? Во-первых, он постоянно режется клинком, когда ты извлекаешь нож, когда ты устанавливаешь нож в ножны, этот ремешок всё время здесь скручивается и подрезается всё время. Во-вторых, если нож будет делаться для человека, у которого есть разрешение на огнестрельное оружие, а я работаю в оружейной мастерской, у нас есть лицензия на изготовление и на продажу холодного оружия, и здесь будет упор, то получается такая ситуация, что ты расстегнул ремешок, а ремешок вот так, как правило, торчит. Тянешь, а упор цепляется за этот ремешок. Его необходимо расправлять одной рукой, придерживать и извлекать нож другой рукой. Это неудобно. Это постоянно, когда ты ставишь нож в ножны или извлекаешь нож из ножны, надо следить, чтобы этот ремешок был не разрезан, надо следить за тем, чтобы за него не зацепился упор. Это геморрой. Когда ставишь этот ремешок вот здесь, в задней части рукояти, все эти вопросы с лёгкостью решаются. Кроме того, когда нет упора, вот здесь ремешок этот может не выдержать, и нож выскочить, потому что здесь ручка, видите, сужается на клин сюда, и вот эти небольшие намёки на какое-то расширение раструб, они не срабатывают в достаточной степени. А вот здесь, в этой части, рукоять расширяется и сюда, и сюда, и нож сидит на этом ремешке очень-очень плотно, и поэтому расположение ремешка в задней части рукояти лучше, потому что ремешок, первое, не режется, второе, его не надо расправлять в том случае, если есть упор, и третье, он одинаково удачно подходит для ножей, и оборудованных упором, и без упора. Поэтому я размещаю вот эти ремешки на кабурной застёжке вот здесь вот в задней части. Значит, как это работает, если потянуть вот так, вот здесь ничего не откроется. Этот ремешок необходимо провернуть вот таким вот образом, и когда ты этот ремешок ставишь на застёжку, её как бы надо одним пальцем пропихивать, вот, а потом закрывать, и тогда всё работает шикарно, даже одной рукой можно с этим делом вполне спокойно управляться. Пришит вот этот вот, ну, здесь ещё следы разметки остались, надо будет их стереть. Пришит вот этот ремешок на кольцевую прострочку, тоже на ващённую нить. Здесь шляпа от кабурной застёжки немного притоплена в слой кожи, сошлифованной вершинкой, и ещё сверху я заклеил всё это кожаная шайба, чтобы это не царапало, не травмировало рукоятку. Вот так вот выглядит вот здесь вот этот вот ремешок, вот так это всё реализовано. Вот таким вот образом выглядит моя, так называемая, безопасная стяжка. Я её делаю из обычной ременной стяжки. Что я тут делаю? Я уже об этом рассказывал 300 раз. Я просто беру, делаю шляпу ответную более плоской, я её срезаю на токарном станке, делаю там чуть меньше миллиметра. А потом в одной такой кожаной шайбе просекаю отверстие, ставлю её снизу, обмазываю клеем, и сверху ставлю цельную кожаную шайбу. И таким образом шляпка эта берётся в кожаные шайбы, заклеивается внутри них, и становится уже с такой вот мягкой поверхностью кожаной, и тоже не травмирует рукоятку. Вот так вот выглядят ножны. Вот таким вот образом они сделаны. Кроме того, вот обратите внимание, какие узенькие вот здесь вот я оставляю внутренние вклады. Делаю это для того, чтобы вот эти ножны не казались слишком широкими на фоне такого узкого колющего ножа. То есть вот его, когда сюда устанавливаешь, абсолютно никакого дискомфорта, как бы, не диссонирует форма. Вот. Всё это органично смотрится, с моей точки зрения. Как бы вот эти ножны под форму клинка, под форму ручки подходят. Ну что ж, вот, наверное, и всё. Я и так уже наговорил целую кучу слов. Буду я подводить этот обзор к своему логическому завершению. Благодарю всех за просмотр. В том случае, если вдруг кому понравилось, нажимайте палец вверх, ставьте лайк, поддерживайте меня. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока, конец связи. Субтитры сделал DimaTorzok